Добро пожаловать на канал HardRessetInfo. Перед нами находится устройство Vivo V21e. И сейчас я покажу вам, как сделать так, чтобы аккумулятор на вашем устройстве мог прослужить вам дольше. Итак, первое, что вы можете вообще сделать для своего телефона, это заряжать его заводской зарядкой. Потому что она просто идеально подходит к вашему устройству. И вот. Далее, что еще вы можете сделать? Вы можете не доводить свой телефон до вообще полного выключения из-за того, что сел заряд. И также не нужно заряжать его прям до 100%. В идеале заряжать его в диапазоне от 20 до 80%. Также, что еще вы можете сделать, чтобы ваш телефон разряжался не так быстро, ну и вообще аккумулятор дольше вам служил? Вы можете отключать все функции дополнительные, которые у вас включены сейчас, и вы ими не пользуетесь. Например, Bluetooth или там мобильные данные, которыми вы не пользуетесь. Или точка доступа. Или, ну в общем, различные функции, которые у нас здесь есть. Они все, в принципе, и так жрут очень много энергии. Поэтому можно их отключать. Также мы можем перейти в раздел, в приложение настройки, в раздел батареи. Здесь у нас будут уведомления. Если вдруг какое-то приложение у вас начинает есть больше энергии, тратить больше энергии, то у нас будут здесь рекомендации, что можно с этим сделать, как от этого избавиться. Далее. Что еще? Мы можем включить режим энергосбережения. Ну, конечно, включать его в идеале, когда у вас осталось уже не так много заряда. Вот. Ну, можно его включить. Дальше. Что еще мы можем здесь сделать? Мы можем управлять энергопотреблением в фоновом режиме. То есть у нас здесь есть различные приложения. И, допустим, у нас есть три варианта, что мы можем выбрать. В идеале это выбрать интеллектуальное управление, потому что так автоматически будет изменяться активность приложения в фоновом режиме в соответствии с нашими привычками использования, как здесь написано. Но можно также ограничить энергопотребление в фоновом режиме. Но тогда, конечно, будут свои сбои в работе приложения. Но это не страшно, зато оно не будет у вас... Тоже не будет сильно расходовать энергию. Вот. Так что можно выбрать что-то из этих двух. В идеале интеллектуальное управление, конечно. Вот. Ну и, в принципе, это все, что здесь можно сделать. На этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр!